Ростов сегодня это задержание 20 килограммов пуль для пневматики на границе и наркодилера, развозившего кокаин на мерседесе. Это вакцинация участников парада победы и годовщина освобождения Батайска. А также встреча с шахматистом Андреем Есипенко, который победил Карлсона и выиграл квартиру в Ростове. Ростов сегодня это сырный вкус старого базара и поражение гонболисток Ростов-Дона в Лиге чемпионов. Словенский Крим явно не наш. А еще ростовские съемки сериала о декабристах Союз спасения и снег мороз за окном с переходом на дождь и тепло. На первом ростовском информационная программа Ростов сегодня. В студии Рубен Данов и Алина Николаева. Здравствуйте. Килограммы пуль к пневматики ехали с Украины в Россию сдаваться на металлолом, но ехали нелегально, а потому задержаны. Такое дело попало в сегодняшнюю сводку ростовского городового. А еще Анастасия Фериченкова расскажет о развозе кокаина на мерседесе и мобильнике, который довел водителя автобуса до столба. Ростовский городовой на страже информации. О самом заметном в хронике происшествий расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Багажник универсала Volkswagen Passat, конечно, не мешок. Побольше. Но и 20 килограммов металла тоже не шило. Однако именно такую массу пули для пневматики пытался утаить в своей машине украинец при пересечении границы. Но на рентгене таможенного контроля все тайное стало явным. Сотрудники таможни ФСБ обнаружили в боковых нишах багажника дополнительные металлические перегородки, закрепленные шпильками с недавно накрученными на них гайками. Гайки открутили и нашли тайники с 20 килограммами пуль для пневматического оружия. По словам нарушителя, пули он купил как металлолом на приемном пункте на Украине и собирал создать металлолом в России, чтобы заработать на разнице цен. О необходимости таможенного декларирования знал, поэтому и попытался скрыть товар. В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 ст. 16.1 КОАП РФ «Сокрытие товаров таможенного контроля способом, затрудняющим обнаружение товаров». Статья грозит конфискацией товара и штрафом от половины до тройной его стоимости. Доставка кокаина с комфортом. Так назвали полицейские эту криминальную историю. В Ростове задержан 28-летний мужчина, который делал закладки наркотиков по городу на Мерседесе. Взяли его в момент приезда на место назначения и обнаружили в кармане куртки 5 полиэтиленовых пакетов с порошком белого цвета. Физико-химическое исследование показало, изъятое кокаин массой около 10 граммов. Заметим, что раньше задержанный был судим за разбой. Теперь снова под суд, но по другой статье. И наказание будет серьезнее. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228 примечания 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений. Фигуранту избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. А срок он может получить от 10 до 20 лет. У меня зазвонил телефон, кто говорит «Столб». Именно так хочется перефразировать стихотворение Чуковского, говоря об этом ДТП. На улице Шибалдаева 32-летний водитель автобуса 94-го маршрута внезапно въехал в опору освещения. Позже в объяснении он написал, что во время движения отвлекся на мобильный телефон и не справился с управлением. К счастью, пострадали только столб, автобус и моральный дух автолюбителей. По дороге расползлась длинная пробка. В момент столкновения в автобусе находилось порядка 20 человек. Никто из них не пострадал. По данному факту проводится проверка. А у меня на этом все. До свидания. Суточное число подхвативших коронавирус снижается и в России, и в Ростовской области. 359 новых случаев зафиксировано у нас в регионе. И это минимум года. 123 положительных тестов в Ростове, 15 в Батайске, 12 в Новочеркасске. Четверть инфицированных в группе риска 65+. Снижение и в статистике смертности. Умерли еще 9 человек. Три женщины 62, 77 и 94 лет и 6 мужчин от 50 до 83 лет. Выздоровели 388 человек. В целом по стране заболевших за сутки впервые в этом году меньше 16 тысяч. Умерли 407 человек. Без малого 16 тысяч вылечились. Вакцинация от коронавируса военнослужащих его участников парада победы началась в Ростове. В армии приказы не обсуждаются, но тут главное условие согласия солдата. Ну и нормальное самочувствие на момент прививки. Сколько там? 36 и 0. До парада победы еще несколько месяцев, но участникам еще нужно сформировать устойчивый иммунитет. Так что готовить военнослужащих уже начали. Здесь и сейчас прививают парней, которые пройдут или проедут по театральной площади в составе пеших и механизированных колонн. Вводится первый компонент спутника ВИ. Сначала обязательно измеряют температуру и берут согласие. Вакцинация даже в армии – дело добровольное. Все хорошо. Голова не кружится, не тошнит. Слабости не появилось. Здорово. Полчаса после ввода препарата боец остается под контролем врачей, чтобы не пропустить в случае чего серьезную поствакцинальную реакцию. Первыми привели тех, кто возглавит строй парада Победы – знаменную группу роты почетного караула. По всему Южному военному округу на сегодня от коронавируса привито больше 23 тысяч военнослужащих, причем 7 тысяч уже прошли два этапа вакцинации. Благодаря сегодняшней вакцинации я уверен, что я не заражусь и не заражу своих сослуживцев. И все мы сможем пройти на параде Великой Победы. Вакцинировать всех участников парада двумя компонентами вакцины планируются до 1 марта. Марина Черных, Первый Ростовский. В Батайск вошли танки. Было это ровно 78 лет назад. И еще целых 7 дней оставалось до освобождения Ростова. Хотя, казалось бы, это же совсем рядом. Но с оружием в руках такие расстояния идти и идти. Вот он там, Батайск, рукой подать. После 7 февраля 43-го открывался и путь для освобождения оккупированного Ростова-на-Дону. Но то расстояние, которое мы сегодня преодолеваем на автомобиле буквально за несколько минут, 78 лет назад, частям Красной Армии понадобилось неделя. Прежде чем в сводках Совинформбюро появилось сообщение об освобождении Батайска, войска 28-й армии проделали тяжелейший переход через Зимнюю степь. Командовал армией генерал-лейтенант Василий Гросименко. Первыми на улицах города появились танкисты. Танкисты первые начали наступление на город Батайск. За нами вон там находится аэропорт, аэродром, где, в принципе, первая точка была, нужно было взять ее. Ну и в дальнейшем был город Батайск. Именно танкисты Белоусов первые на танке ворвался в город Батайск и на железнодорожном вокзале, остатков железнодорожного вокзала, вывесили самодельный красный флаг. В полудню 7 февраля город Батайск был освобожден. И командир 105-го стрелкового полка Иван Иванович Проша получает приказ сделать попытку наступления на Ростов, направление станица Гниловская. Но, к сожалению, сразу же наши войска не смогли войти в город. В этом бою Иван Иванович Проша был смертельно ранен. Мемориальный комплекс память поколений в Батайске – это не просто памятник героям Великой Отечественной. Здесь захоронены бойцы, погибшие в боях за город. Вечный огонь был зажжен здесь в 1975-м. Появился пост номер один. И, несмотря на нынешние пандемийные ограничения, школьники несут свою службу в почетном карауле. Я хочу сказать спасибо тем людям, которые отдали жизнь, чтобы мы жили сейчас в мире, чтобы мы знали, что такое счастье, не жили в страхе. И все у нас было хорошо. Решили с учениками прийти и почтить память наших героев, которые дали нам возможность жить, быть сейчас в этом дне, в этом мире. Мы очень благодарим и помним об этом. Вот я решила, дети, дети, чтобы тоже знали и помнили об этом дне. А Ростов будет освобожден ровно через неделю, 14 февраля. Галина Белоусова, Николай Кубышкин, Первый ростовский. Чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсона победил Андрей Есипенко. Эта новость с супертурнира Вейконзей стала особенно интересной для жителей нашего региона. Ведь родился 18-летний гроссмейстер в Новочеркасске. Позже такая боевая форма вывела его на третье место с опережением того же Карлсона на полочка. И вот пришло время собирать награды. Сегодня на встрече в Ростове Андрей узнал, что выиграл еще и квартиру. Третье место на дебютном для Андрея Есипенко супертурнире «Большая победа». 18-летний новочеркасец признается, а топ-3 даже не мечтал. И еще меньше рассчитывал переиграть не просто кумира детства, а еще и чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсона. И только спустя время понял – победа не сон. Я чувствовал максимальную концентрацию вообще в какой-то момент, особенно когда я уже почувствовал, что можно эту партию выиграть, то, что у меня перевес. Да, и когда я почувствовал это, я еще больше собрался и уже старался не упустить преимущество. Я даже не знаю, как это описать ощущения, я просто как-то витал в облаках. Есипенко обыграл Карлсона белыми за 32 хода. И убежден, удача была с ним в тот день. А сейчас главное – абстрагироваться от той победы и работать еще больше. Андрей Осипенко научился играть в шахматы уже в пять лет. Первым наставником стал отец, который и сегодня рядом на всех турнирах. Десяти годам ежедневные занятия юного шахматиста длились уже не меньше трех-четырех часов. И победы пошли. На юниорских первенствах мира и Европы. При этом Андрей шахматной доской не ограничивается. Я стараюсь заниматься плаванием, ну, какими-то видами спорта, потому что шахматисту необходима именно выносливость. Я думаю, что это важно. А еще учеба в университете, бег, испанский язык, фильмы, сериалы, книги. А скоро придется найти время на ремонт и обустройство своего жилья. На этой встрече Андрею Осипенко подарили сертификат на покупку однокомнатной квартиры в Ростове. У нас есть вот такие ребята, которые поднимают авторитет нашей, не только Ростовской области, а нашей страны в мире вот на такой серьезный высокий уровень. И мы рассчитываем и уверены, что эту планку еще наш Андрей поднимет. Рейтинг Андрея Осипенко перевалил отметку 2700. Он занимает 38-ю строчку рейтинга Фиде. Спортсмену есть куда расти. А другим донским шахматистам с кого брать пример? Елена Доронина, Владимир Трофимович, Первый Ростовский. Не желаю я и разговор окончен. Ростовчанка устроила таксисту скандал, потому что не хотела надевать маску и прославилась в соцсетях. Правда, слава получилась дурной. Упорную антимасочницу обсуждали и осуждали горожане в интернете. Подробности истории знает наш корреспондент Юлия Карасюк. Вот она уже в студии. Сейчас расскажет, что еще творится в сети. Еще горожане устроили фастфуд-ресторан для воробьев и придумали уникальную антиугонную систему. Уж если уводить авто, то только с лавочкой. Нет маски, выходи из машины. Не надену, поехали. Сложный клиент попался ростовскому таксисту. Женщина явно заболевшая, села в автомобиль, а вот маску не надела. Водитель повел себя по правилам и попросил средства защиты все-таки применить. Пассажирка ответила твердым нет. Перепалка продолжалась несколько минут и безуспешно. Маску одевайте. Не будете? А почему я должна одевать? А потому что сейчас закон такой. Какой? Все в общественном транспорте должны ездить в маску. А почему они должны ездить? А потому что коронавирус. Чем закончился спор, история умалчивает. Думает, таксист все же не повез троптивую дамочку. А ростовчане на видео отреагировали неоднозначно. Многие решили, что женщина права и похвастались, что сами маски не используют. Сомнительное достижение, как по мне, коронавирусом переболевшей. Уникальное противоугонное изобретение заметили в ростовском дворе. Считаю, что эту технологию срочно нужно запатентовать. Система под кодовым названием «Лавочка». К ней жигули примотали цепью за бампер. Так что просто уехать не получится. Пристегни и спи спокойно, шутит автор фотографии. А ростовчане предлагают взять способ на вооружение и также оберегать свой автомобиль от эвакуатора в центре города. Внимание, внимание! Обслуживание только в порядке живой очереди. Дисциплинированные ростовские воробьи выстроились в ряд на автомобильном зеркале и через открытое стекло клянчили заказ. Так горожанин решил их прикормить картошкой фри. Вредное лакомство неприхотливым птицам понравилось и за очередной порцией картофеля они возвращались снова и снова. Так что скоро, возможно, увидим на ветках аномально упитанных воробьев. Главное, чтобы им хватило сил улететь от местных котов. Ну а ростовчане в комментариях призвали подкармливать птиц все же по старинке через кормушки с зерном. Дай ребенку любую игрушку, а он все равно начнет играть шуршащим пакетом. Эту шутку ростовские коммунальщики, видимо, восприняли всерьез и решили оставить на детской площадке гору игрательного мусора. Тут и пакеты, и пустые упаковки, и объедки, чем не развлечение для ребят из соседних домов. А, судя по виду урны, ее не опустошали еще с прошлого года. Правда, частюли на площадке все же могут найти и классическое развлечение – одинокие качели. Но боюсь, чтобы посидеть на них придется выстоять очередь, ведь это единственное место, где можно примаститься. Лавочка, как мы помним, окружена мусором. Интересно, что многие комментаторы не стали винить коммунальщиков, а предложили местным жителям просто самим навести порядок. На этом у меня все, коллеги. Ростов сегодня – это сырный вкус старого базара и поражение гонболисток Ростов-Дона в Лиге чемпионов. Словенский Крим явно пока не наш. А еще ростовские съемки сериала «Союз спасения», развивающего фильм о декабристах. И снег-мороз за окном с переходом на дождь и тепло. Продолжаем информационную программу «Ростов сегодня» на Первом Ростовском. А теперь давайте все скажем «сыр». И улыбка получится вкуснее, если сыр этот будет домашним. Ну, не в том смысле, что этот сыр давно куплен и стал дома своим. Домашний он по месту производства, а особенности его наш корреспондент Марина Черных изучала на Старом базаре. Если за 30 минут до сна съесть кусочек сыра, вы легче заснете и будете крепче спать. К такому неожиданному выводу в 2005 году пришли британские ученые. Ну, не знаю, лично я отлично сплю и без сыра, а люблю его в любое время, особенно домашний. Домашних сыров на Старом базаре разнообразие. Брынза и адыгейские, сулугуни и моцарелла, овечи и козьи. От пресных до сильно соленых, свежие копченые, однодневки и выдержанные, фаршированные хинкали и раскатанные в нити. Это сырная закусочка. Хинкали называется. Там начинка творожочек, вот этот сулугуни, он тонко раскатывается, как песто. И в начинке творожочек нежирный. Ну, для пикантности зелень, там чесночок добавляем. Очень вкусно. Верю безоговорочно. Кстати, интересный криминальный факт. Сыр признан самой желанной съедобной добычей воров во всем мире. Его крадут в продуктовых рядах чаще всего. Может, ворюги гонятся за здоровьем? Ведь сыр, как и другая молочка, источник кальция и витамина D. К тому же в нем цинк, фосфор, ценные витамины В2 и В12. Всего 200 граммов сыра дают суточную норму белков, жиров и углеводов. Твердые сорта, по мнению зарубежных экспертов, защищают зубную эмаль и предотвращают кариес. А сколько с сыром связано интересных фактов? Вы знали, например, что текучие часы Сальвадора Дали были написаны после дегустации сыра камамбер. А вот сардинский овечий сыр Касу Марцу вне закона и запрещен в странах Евросоюза. Хотя гнилой сыр с живыми личинками опарышей кому-то кажется необходимым. Гурманы покупают его на черном рынке. Но у нас на Старом Базаре сыры все-таки более традиционные, за которыми приходят даже шеф-повара кафе и ресторанов. Мы покупаем сыры, копченые сулугуни, потому что мы делаем из него просто отменный сырный мусс. Качество очень хорошее, нет вредных добавок, все только чистый продукт. Ни красителей, ни консервантов, все только натуральное. Цена домашнего сыра на рынке от 300 до 500 рублей за килограмм, в зависимости от вида. Вот этот сыр варится в молоке и получаются вот такие вот сулугуни, маленькая моцарелка, вот смотрите, вот такие вот маленькие. Вот эта моцарелла, он такой более сочный, а сулугуни более плотненькие. Все с домашнего, все, никаких консервантов, добавок лишних. Это у вас свое хозяйство, да? Своё хозяйство, да. Такой продукт, понятно, долго не хранится. Так что совет от изготовителя. Если хотите чуть продлить, например, моцарелли жизнь, попросите немного сыворотки подлить в контейнер. Так сыр может храниться до месяца. Марина Черных, Николай Кубышкин, Первый Ростовский. Три матча в Лиге чемпионов сыграет Ростов-Дон от субботы до субботы. Начало этой серии нашим гонболисткам не далось. Причем странно, соперник был, кажется, самый простой. Словенский Крим, аутсайдер группы. У него была всего одна победа в 11 матчах. А тут еще и Анна Вяхерева вернулась после коронавирусной паузы. Так, путь же обозревателя Ростова спортивного Лев Клинов нам ответит, что пошло не так. Друзья, здравствуйте. Что-то в концовках матчей мы отдаем Криму наше все. Так было дома, когда подарили ничью на последней секунде. И вот опять славенское наваждение. И ведь действительно в строю уже все лидеры. Вот и Анна Вяхерева переболела. И именно она подошла к семиметровой линии на последней минуте, чтобы сделать решающий бросок. А дальше, как в тумане. Как-то неожиданно стал неудобным. Для нас ни грант, ни суперклуб. Первый шаг скромный славянский Крим сделал в ростовском дворце спорта, когда на последних секундах спасли ничью, забросив пустые ворота. Теперь дома вытянули в концовке уже победу. Первой забила Владлена Бобровникова. Но на исходе восьмой минуты хозяйки повели с преимуществом в два мяча. У нас к тому моменту дублем отметилась Полина Кузнецова. И вообще она выдала отменный матч. К своим восьмеркам на майке добавила восемь голов. Кримчанки же повели плюс три на тринадцатой минуте. А затем получилось сделать и серьезные четыре мяча отрыва. Пусть и ненадолго. Отвечаем попаданием Вяхеревой. Этот мяч тринадцатого номера стал тринадцатым для нашей команды. А попадание Миланы Таженовой за четыре секунды до перерыва позволило нам провести 15 минут отдыха с отставанием всего в два мяча. В начале второго тайма мы забросили три семеряка подряд. И тут есть нюанс, который скажется в финале. Вика Борщенко со штрафной линии не промахивалась, но Пир Юханссон дал почувствовать больше уверенности Анне Вяхеревой, которая стала также безукоризненно штамповать пенальти. А этот гол Грасс за Ади позволил нам выровнять положение и стали создавать такую вот красоту. Эффектный розыгрыш с чудо-пасом Вяхеревой на Макееву приносит нам плюс три. А этот пенальти стал предпоследним точным у нас. Те же плюс три за десять минут до конца матча становятся последним светлым пятном. В оставшееся время мяч просто перестал залетать в ворота словенок, лишь раз побывав в сетке, опять же после семиметрового. Хозяйки сравняли счеты и за минуту до конца мы получили возможность на еще один штрафной бросок. Но единственный промах с семи метров поджидал Анну Вяхереву. Точнее вратарь Крима с шестьдесят первым номером нашего региона на форме оказалась на высоте. Дальше хозяйки разыграли до верного, но время на ничью еще оставалось. Юханссон взял таймаут, решено было атаковать правым краем через Вяхереву. Та отпасовала Моногаровой, но снова удача вратаря. 27-28 мы проигрываем и пропускаем вперед Мецу, которого правда на две игры больше. Шанс обойти его будет в среду, 10 февраля, когда в Венгрии сыграем матч с норвежским Вайперс. Лев Клинов, первый ростовский. Один из режиссеров Никита Высоцкий. Среди актеров сегодня на съемочной площадке Игорь Петренко и еще масса известных лиц. Основное событие – восстание декабристов. Съемки сериала «Союз спасения». Время гнева продолжаются в Ростове, в этнокомплексе Кумжа. Только что завершился зимний блок и наша съемочная группа собрала материалы на свой телефильм. Завтра в Ростове культурном ночная съемка дуэли и массовой сцены, а сегодня закулисные детали и подготовки к ним. Вы нашли свою усы? Да, вот они. Все, пойдемте. Усы и бакенбарды подбирали два репетиционных дня. И теперь у каждого они именные. Посмотрите, как лицо сразу умеется. Какой слез. Какие они красивые становятся. Какие они фактурные. Сейчас к съемке тщательно готовят актера Ростовского театра Горького Артема Шкрабака. Сцена застольная. Ночная сцена. Все сытые, довольные. Яр. Яр. Ну что мы, кстати, давайте, идите на площадку, ребят, давайте. Давайте, давайте, давайте. Быстрее, шагом марш. Беспрекословно слушаются кастинг-директора-гренадеры Черниговского полка. Ведь каждый прошел жесткий кастинг. Приезжали артисты всех донских театров. И здесь говорят, что их актерские способности не уступают. Очень много молодых артистов, которые сейчас в ростовском ГИКе учатся. Ну вот там один прошел, Валерий Зыков из ГИКа. Он у нас гусара играл, на лошади скакал. Такой молодец мальчишка. Вот. Самое, наверное, главное – это артистизм. Потому что здесь действительно самое главное – иметь талант. Сюда просто так не попадешь. Время действия – декабрь 1825 года. Историческая достоверность в каждой детали. Художники старили новые ткани костюмов, работали в архивах музеев и шили одежду с максимальной достоверностью всем – и крестьянам, и дворянам. Ну вот вышивка ручная. Это несколько штук таких есть. Это мы покупали антикварные вещи. Ну удалось, так сказать, в разных там местах и развалах. Несколько рубавок, в принципе. Это шинель нашего главного героя Лёня Вечеина. Он у нас муравьёв-апостол. Шинель подполковника Черниговского полка самая дорогая. С бобровой отделкой. А этот мундир разжалованного майора Баранова. Уличные декорации должны быть не менее достоверными. Казачьи курени несколько месяцев переделывали в малороссийское село 19 века. И тут задача – точно совпасть с зимними кадрами фильма, снятыми в Белгороде. Они будут использованы в сериале. А сложность в том, что вы на юге живёте, и снега нету, а снег нужен. Поэтому вы видите вот эти километры синтепона и тонны искусственного снега. Фильм расширят до восьми серий. Весь звёздный состав сохранён. Домогаров, Гуськов, Добкунайте, Петренко. Интересно, что автор сценария и режиссёр сериала «Союз спасения» Никита Высоцкий писал самые яркие сцены в подмосковном городе на улице Декабристов. Когда я начал писать сценарий, у меня родилась дочь. Ей через несколько месяцев будет восемь лет. И когда взялся продолжать, родился сын, которому скоро будет два года. Поэтому у меня такое впечатление, что я уже сам декабрист. Полную творческую свободу от перестройки куреней до создания зимней погоды. Съёмочной группе предоставили в этнокомплексе Кумжа. И часть обновлённых декораций останутся здесь в зимней обработке. После съёмок мы, наверное, два подворья оставим с заснеженными, чтобы какой-то ещё период времени люди могли приезжать фотографироваться. Но вообще по завершении съёмок, после летнего блока, уже когда съёмки закончатся, мы оставим мемориальное подворье одно полностью, сохраним его. Съёмки зимнего ростовского блока закончены. Теперь дома будут расснеживать и готовить к летним съёмкам. Олеся Слынько, Сергей Вишняков, Первый Ростовский. Напомню, что завтра в Ростове культурном продолжение истории ростовских съёмок сериала «Союз спасения». Мы увидим, как снимались сцены дуэли, массовая сцена. И как Игорь Петренко готовится войти в кадр. К другим темам. Люди делятся на два типа. Пунктуальные и те, кто опаздывает всегда. Пришли к выводу учёные. И объяснили, что это зависит от характера. Многие просто не могут оценить, сколько им нужно времени на дорогу до места встречи. А часто ли опаздывают ростовчане и по какой причине? Послушаем, что они говорят. И кого винят в необязательности вместо характера. Часто ли вам приходится куда-либо опаздывать? На работу, на учёбу, на встречу? Нет, я пунктуален. Это мой девиз, что я не опаздываю. После некоторых неприятных случаев. Причина? Ну, либо пробки, либо поздно вышел из дома, сам закрутился дома. Сейчас я никуда не опаздываю, потому что пенсионерка. А так на работу стою, рассчитываясь, дорогу заранее. У меня в основном в прошлом. Сейчас я уже везде успел, как я говорю. А когда я раньше на работу... Ну, бывало, я далеко работал. Бывало, опаздываю. Я могу проснуться вовремя, но просто потом всё делать очень медленно. И поэтому опаздываю, да. Могу опаздывать, там, на 10-15 минут такое бывает. Часто довольно. Как преподаватель к этому относится, привыкла или... Нет, конечно, не привыкла. Ну, в основном пускаются нормально. Я хорошо учусь, поэтому проблем у меня особо нет. Чаще, да. Я не опаздываю только потому, что мне до работы идти пешком буквально 300 метров. Поэтому я чаще не опаздываю. Но иногда бывает так, что кто рядом живёт, то чаще опаздывает. Потому что домашние дела не замечаешь, как время пробегает. Очень часто, практически, вот с самой молодости. Ну, не получается. Вечно куда-то опаздываю. А причина какая в основном? Не знаю даже. Вот хочу, встану раньше, а почему-то приду и опоздаю. Так что, ну, наверное, вот с детства, наверное, не научилась быть дисциплинированной. Ну, дисциплинированной. Всех благ. Снова сильный мороз, снова снег. Всё-таки вспомнил февраль, что он не первый весенний, а хотя и последний, но полноценный зимний месяц. Но ненадолго. Уже на завтра прогнозируется плюс дождь и все вытекающие отсюда последствия. Метеокорреспондент Вера Данилидия разложит погоду на градусы. Ростовчане, привет! Как у вас там настроение сегодня? Я вот вышла на улицу и поняла, что за три недели до окончания календарной зимы она к нам вновь возвращается. Причем во всех красках с минусом и со снегом. На термометре прямо сейчас минус 8 градусов. Ощущается это как минус 14 градусов. Неприятных ощущений добавляет восточный ветер, который прямо сейчас дует со скоростью 4 метра в секунду. Но согласитесь, как хорошо всё начиналось. В начале месяца февраль был похож скорее на марта-февраль. Мы уже привыкли. И вот как сейчас перестроиться на эти холода и самое главное остаться в хорошем настроении, я думаю, что ростовчане нам подскажут. И вот как вы себя настраиваете? Ну, что скоро весна и будет теплее. Как еще смириться? Ну, это еще не так холодно, как может быть. Было холоднее. Ну, очень сложно, конечно, перестроиться. Жалко то, что такие резкие контрасты. Хочется уже весну. Но жаль тоже такая погода. Будем ждать. Вы знаете, я приехала из города Екатеринбург. У нас минус 21, поэтому я считаю, у вас вообще жара. Просто лето. И вы тоже, да? Да, я вот как раз экскурсию провожу ей по нашему городу. Так что у нас настроение отличное. Очень красивый город стал после особенно чемпионата мира по футболу. Так что есть что показать, чему порадоваться. Идем, короче, радуемся жизни и красоте. Хорошо, как перестроиться. Зимой должен быть снег. Какие еще могут быть варианты? Только из-за погоды? Погода настроение не портит весну? Не портит, абсолютно, да. Надо гулять, видите, выгуливать. Как вы встречаете такую погоду? С каким настроением? С хорошим, с отличным. Лучше, чем дождь. Правильно? Все хорошо и замечательно. Ну, а весну уже ждете? Или пусть еще будет зима? Ну, а как же, уже коронавирусом переболели, теперь ждем весну. Не первый год, поэтому как-то привыкли, поэтому подстраиваемся сразу в окно, снег, все, готовы. Я вам признаюсь честно, мне холод уже надоел. Да, снег, да, красиво, но после теплых деньков очень хочется весны. Ну, осталось продержаться недолго. Надеюсь. А теперь к цифрам. Завтра в Ростове зимние прелести испортит дождь, который будет чередоваться со снегом. Сегодня ночью еще минус 4, а завтра днем по небесному плану уже 4 градуса в плюсе. Влажность воздуха зашкаливает 92%. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. А восточный ветер планирует дуть еще сильнее, со скоростью 6 метров в секунду. Световой день начнется в 7.35, а закончится в 17.34. Без одной минуты завтра получится целых 10 часов света. А в Москве продолжатся морозы. И серьезные. Днем целых 16 градусов и снег без дождевых примесей. Заряжайтесь позитивом и давайте вместе ждать весну. О погоде рассказала я, Вера Данилидя. Пока-пока. Что ж, таким был Ростов сегодня. А каким он будет завтра, смотрите на Первом Ростовском, завтра же в 19.00. Наши новости можно найти на сайте 1Rostov.tv и во всех соцсетях. В студии были Алина Николаева и Рубен Данов. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова